Для игроков и болельщиков Динамо матч с Хабаровским Амуром стал показательно проходным. Путевка в плей-офф уже давно в кармане, праздничный стол накрыт, на хоккей можно не идти. Другое дело поклонники дальневосточников, для них матч в Лужниках стал закрытием хоккейного сезона. Плей-офф Хабаровску уже не грозит, можно раскрыть несколько секретов. Гостевой сектор в столице заполняют, пусть и не коренные, но москвичи. Кто-то приехал сюда, давно уже живет здесь в Москве, кто-то недавно переехал. Насколько я знаю, сегодня есть люди, которые проездом здесь увидели, что матч, и приехали на матч сочувствующие. Насколько я знаю, много жен, матерей, игроков, опять же, которые играют в Амуре, которые ходят и поддерживают игроков. То, что в столице бывает только по большим праздникам, в Хабаровске норма. Как бы команда не выступала на домашних матчах, Амура всегда аншлаг. Рейтинги телевизионных трансляций бьют все рекорды, тем обиднее, что на протяжении сезона ни один из игроков Амура не удостоился чести сняться в рекламном ролике континентальной хоккейной лиги. Сидеть и брюзжать по этому поводу болельщики не стали. Написали в КХЛ письмо. Смотрел я, смотрел КХЛ по спорту целый сезон. И думаю, ну сезон-то кончается. Доколе это будет продолжаться. Доколе наш хоккейный регион будут игнорировать на центральном телевидении. Не в плане трансляции, а в плане промо-роликов на КХЛ. И вот пишу я. Уважаемые господа, многоточие. Доколе. Ответа пока не было. На все про все болельщики Амура отвели телевизионщикам два дня. Команда в плей-офф не попала, хоть на экране на любимцев поглядеть. Уважаемые господа из телеканала «Спорт», если вы в Москву не успели сегодня приехать, снять хотя бы на раскатке кого-нибудь там Петю Нюландера или нашего какого-нибудь молодого парня Юшкова или Игнатушкина, давайте в Ригу. Там два матча. Я думаю, парни вам все скажут. Чики. В Риге Амур сыграет 25 и 26 февраля. А с московским «Динамо» снова не сложилось. Поражение 0-2 стало для дальневосточников шестым подряд.